А я ему сказала, давай не будем, Паша, не чувствую я что-то необходимых чувств, а возбуждает только Эйфелева башня. Вот я ее увижу и сразу захочу. Борис возил Маринку. Она была в восторге. Они простые люди, они не господа. Так он возил Маринку аж из Владивостока. А мы с тобой в Мытищих. А тут рукой подать. Мы отдыхали в Сочи. Мы отдыхали в Гаграх. Ты помнишь, что там было в отеле по ночам? А Эйфелева башня, как женская Виагра, дотронешься рукой. И хочется кончать. Проснулся Пашка хмурый. Борщ разогрел вчерашний и побежал работать. И так четыре дня. И чувствовало сердце, что Эйфелева башня внила моим молитвам и ждет уже меня. Поскольку Пашка слесарь, как говорят от Бога. За это Пашку ценит рабочий коллектив. И если не лениться, он может очень много. И быстро заработать. Тут главное мотив. Пришла с работы поздно. Открыл довольный Паша. Как будто полон важных и радостных вестей. Смотрю, стоит бутылка. Эйфелева башня. Из ржавой арматуры и автозапчастей. Стоит по центру спальни. Обмотана гирляндой. Как памятник прогрессу в пошатанной судьбе. И тут все прояснилось. Лететь без вариантов. Когда не дружишь с башней, она идет к тебе.